Коллеги, всех приветствую! Записываю для вас это видео еще пока, находясь в больнице, поэтому качество видеозвука может быть не очень хорошим, потому что у меня специального оборудования здесь нет для записи. Итак, о чем бы мне хотелось сегодня с вами поговорить? До этого, когда у нас были другие брокеры, обучались на любых других курсах, то есть говорят о том, что вы сможете заработать какую-то определенную сумму, например, 5-10% от стоимости лота. Но никто никогда не говорил, из чего у нас состоит вся эта сумма. То есть у нас не просто, что мы подали заявку на участие, потом взяли 10% от стоимости объекта, то есть нет. У нас в любом случае это состоит из определенных действий. И эти действия все стоят денег. И вот сейчас мы будем с вами разбираться, что это за действия, сколько они стоят и сколько мы на этом можем заработать. То есть цены указаны средние, то есть по небольшим регионам. Если вы живете в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, то вы можете спокойно увеличить цены до комфортных вам. То есть хотите уменьшить, хотите увеличить, то есть как вам угодно. Итак, с чего мы начнем? То есть первое – это составление технического задания на поиск и экспресс анализа. То есть давайте с вами разберемся вообще, что это такое и как с этим разбираться. То есть вот самое первое наше – составление технического задания на поиск и экспресс анализ рынка. То есть вообще, что это такое? Почему это стоит всего 1500 рублей? То есть, когда нам звонит клиент или мы с кем-то ведем переговоры и нам говорят, вот я хочу приобрести такой-то, такой-то объект, да, то есть, либо я хочу приобрести автомобиль. Что мы должны здесь понимать? Что мы можем предложить клиенту то, что он хочет, да, то есть, действительно, этого имущества может и не быть, да, то есть, такое очень часто встречается, ничего как бы в этом страшного нет. Но выполнять эту работу бесплатно, то есть, именно бесплатно мы с вами не можем. То есть, для нас это время, для нас это опыт, для нас это знание, да, то есть, оставить это техзадание. То есть, в любом случае вы, да, то есть, сразу говорите, что для того, чтобы мы проанализировали экспресс рынок, то есть, взяли прям и очень быстро проанализировали, скинули вам те предложения, то, что у нас есть, что необходимо, да, то есть, ну, это стоит полторы тысячи рублей. То есть, вы составляете техзадания, вы прописываете регион, в котором вы будете искать, да, то есть, имущество. Вы прописываете, какое имущество, сколько по стоимости по квадратам, то есть, все нюансы, которые важны клиенту, вы их прописываете. Дальше вы заходите на сайт RGIGUF.RU и, согласно этим критериям, уже начинаете искать. То есть, это стоит полторы тысячи рублей. Раньше все брокеры делали это абсолютно бесплатно. К чему это привело? К тому, что у нас 50, да, то есть, к тому, что у нас брокеры ищут тысячу, тратят свое время, силы, берут дополнительные агрегаторы, тратят на это деньги, скидывают клиентам, клиент просто перенаправляет другому брокеру, другой брокер выкупает это имущество, да, то есть, ну, это нам не выгодно, это нам не нужно. В любом случае клиент должен заплатить, если хочет что-то от нас получить. Если он платить не хочет, да, то есть, то вы можете записать ему видео, сделать любую инструкцию, и он самостоятельно ищет на сайте торги.гоф.ру. Следующее. Консультация до часа. Консультация до одного часа, да, то есть, на разборку, участие, рекомендации, потому что делать дальше. То есть, тоже очень распространенно, очень часто скидывают ссылку на лот и говорят, что мне делать. То есть, у меня есть электронная подпись, и я хочу выкупить данный объект. Как мне это сделать? Вот, то есть, вы должны потратить время, залезть, посмотреть, объяснить, да, то есть, и вы просто говорите, что это консультация, консультация стоит 5000 рублей, то есть, до одного часа. Мы вам все полностью расскажем, вы записываете схемы, которые необходимы, да, то есть, от А до Я, что вам необходимо сделать, и все. То есть, дальше уже перед консультацией открываете, смотрите, ну, для вас это, ну, 5-10 минут составить, да, то есть, что необходимо, какие документы запросить, где регистрацию, аккредитацию пройти, сколько денег там, куда перевести. То есть, для вас это, ну, совсем немного денег, немного денег, немного времени займет, да, то есть, ну, нежели для человека, который, ну, вот, не знает, как это сделать и не хочет платить за участие в торгах. Так, следующее, осмотр объекта, фото, видео в зависимости от удаленности. Очень часто также бывает, что звонят и просят, то есть, я нахожусь в таком-таком-то, там, в соседнем регионе, я хочу, чтобы вы посмотрели этот объект, да, то есть, ну, скинули мне фото или видео. Да, конечно, без проблем, и здесь мы берем от 5000 рублей. То есть, почему здесь стоит именно от 5000? Все зависит от удаленности объекта от вас, сколько вам трудозатратно, ну, насколько вам будет трудозатратно поехать. Если у вас, ну, в шаговой доступности все это находится, то вы можете за, там, за 1000 рублей сходить, отфотографировать. Если очень далеко, то за 10 тысяч, да, за 15 тысяч. Все зависит от удаленности и от масштабности объекта. Следующее. Поиск объектов по заданным параметрам. 10 тысяч рублей. Цена такая средняя, средняя, также по региону, да, то есть, у нас именно поиск объектов по заданным параметрам не более 10 в месяц. Это то, что мы отслеживаем, да, то есть, в течение месяца. То, что мы с вами отслеживаем в течение месяца. То есть, мы составляем тех заданий. Предварительно мы уже сделали экспресс-анализ рынка. Мы посмотрели, что объекты есть, что мы их можем отслеживать. Мы уже посмотрели аналитику. И теперь вы уже более точечно, на протяжении месяца, это причем стоит 10 тысяч в месяц, отслеживаете объекты по параметрам. Да, то есть, по тех заданий, что вам инвестор, клиент ваш сказал, по тем параметрам вы ему и скидываете. То есть, если вы не будете брать за это денег, то что будет, да, то есть, они просто не будут открывать. То есть, если не заплатили, значит, им это неинтересно. И могут еще 10 человек скидывать задания, да, то есть, скидывать объекты, которые есть, и них просто не будут открывать на электронную почту. Если вы заключите договор, да, то есть, составите смету, заключите договор, То в этом случае, в любом случае, человек откроет И вы сделали свою работу не просто так И человек открыл и посмотрел Потому что это будет ему интересно Это проверено Проверено как с теми, у кого есть деньги То есть, скажем так, с крупными людьми Так и с теми, у кого их нет То есть ситуация один в один Поэтому в любом случае берем В среднем это стоит 10 тысяч Иногда даже больше Следующий Анализ рыночной стоимости Тоже такой интересный момент То есть, это говорится про один объект Это когда мы берем Открываем Интернет Находим оценочную компанию То есть, мы предварительно уже посмотрели Сколько стоит объект Мы понимаем, например, что он там 10 на 10, 15, 30% дешевле рынка Но нам нужно подтверждение Для инвестора Для нашего клиента Что мы делаем? Мы находим недорогую оценочную компанию Едем туда Заказываем там оценку За 5-7 тысяч рублей И предоставляем ее нашему клиенту Все То есть, ну, предварительно цену, конечно же Все это обговариваем В принципе, можно это сделать онлайн Если это квартира, то через дом клик За 3-5 тысяч рублей Можно это сделать Либо, если хотите Можете делать все это самостоятельно Я самостоятельно это не делаю Следующее Анализ конкуренции на торгах Анализ конкуренции на торгах Это значит, что Предварительно Клиенты всегда хотят знать До какой цены Может подняться цена Да, то есть Ну, вот вообще Сколько будет участников Сильно ли ликвидное имущество Много ли будет участников Какая будет примерная цена И так далее То есть, это анализ конкуренции Для того, чтобы нам с вами это понять Нам необходимо будет полностью Зайти в аналитику В историю И найти подобные объекты И посмотреть, сколько было участников Сколько, да, то есть Выкупали Участники, да То есть, за какую сумму выкупали Может быть, торги были признаны Несколько раз несостоявшимися Этот объект, в принципе, никому не нужен Да, то есть Ну, здесь сумма от 5 тысяч Следующая Разработка стратегии участия Что такое разработка стратегии участия? То есть, когда наш клиент говорит Вот, я могу подать только 500 тысяч рублей Да, то есть Объект стоит 100 тысяч рублей Я могу только дать 500 тысяч рублей Нам здесь с вами нужно просчитать Шаги таким образом Чтобы наша последняя ставка Составляла 500 тысяч рублей Да, то есть Ну, возможно, что больше никто Эту ставку не перебьет И также нам здесь с вами Нужно будет что сделать Разработать какую стратегию То есть, понять Сколько нужно участников Один или два, да То есть, участников Как мы с вами будем заходить От имени чего будем заходить Да, то есть ЦИП, там, физического лица И так далее То есть, это уже больше Именно по участию Следующее Запрос документов Сбор документов И выписок То есть, бывает очень часто Что клиент также скидывает нам ссылку На лот Старлигов Не важно С площадки Говорит, помогите мне выкупить Окей, хорошо, да То есть Да, мы помогаем выкупить Но По мере того, что мы начинаем с клиентом работать У него возникают вопросы То есть, мне нужны документы Я хочу на них посмотреть А помогите мне вообще это сделать А как, а что и зачем, для чего, да То есть И вот эти все документы Мы берем на сайте торги.гоф.ру И если их нету То мы делаем запрос Организатору торгов Он нам предоставляет И, соответственно, платные выписки Все это стоит 15 тысяч рублей в среднем И мы это делаем все в виде архива Следующее Составление агентского договора Здесь составление И заключение То есть Агентский договор Это тот, который регулирует Наши с вами Наши с клиентом Взаимоотношения То есть Что мы должны делать Что должен делать наш клиент А, кстати Я вам уже скидывала Образец агентского договора И Да, то есть В следующих уроках Для тех, кто Да, то есть На более расширенных пакетах Я вам предоставлю новый договор Более удобный Да, то есть Где он понравился Он более удобный Поэтому я думаю Что вам он также понравился Да, то есть Составление агентского договора Внесение туда Ваших реквизитов Да, то есть Ваших данных Данок клиента Составление по смете То есть Вот то, что Необходимо у клиента Что клиент хочет Да, то есть Все это мы делаем Следующее Проверка Наличие Обременений Да, то есть Не все обременения У нас показаны В выписке ЕГРН Хотя в 90% В случаях Они у нас, конечно же Там отмечены И вот нам важно Понимать Да, то есть Клиенту Что Какие обременения Там есть Если я куплю Этот объект Ну вот Будут ли Обременения Какие-нибудь Также очень Частый вопрос И вот для того Чтобы собрать информацию Даже информация Может быть собрана Для того Чтобы проанализировать Все документы Посмотреть Полистать Сделать заключение Отправить клиенту Да, то есть Это стоит 10 тысяч рублей Также бывают Обременения Которые не снимаются Обременения Которые не снимаются Это что-то Типа публичного Сервитута Например Которые не снимаются Либо бывают Обременения Когда продается Помещение С арендаторами На 20-30 лет вперед Но Надо Это я много Конечно сказала Я говорю условно Но они не снимаются Нельзя выстелить Арендаторов Раньше времени Если у них нет Условия Нарушения договора То есть Поэтому Будьте к этому готовы Дальше Регистрация И аккредитация То есть Сейчас многие Электронно-торговые площадки Не работают с агентами То есть им недостаточно Сделать доверенность Для того Чтобы агент Мог оплатить задаток Или например Вывести потом задаток На счет агента То есть они не работают Они например Лот онлайн Они работают Исключительно с клиентами Для этого Нам Для Для участия В торгах Необходимо Клиента Зарегистрировать То есть у него Должна быть Электронная подпись Мы его регистрируем И проходим Регистрацию Удаленно Стоит это все 10 тысяч рублей Дальше Анализ электронно-торговой площадки На предмет ДОП Оплат Что это значит Электронно-торговые площадки Электронно-торговые площадки Берут дополнительную комиссию За участие в торгах То же самое Могут делать Организаторы торгов Может быть Также НДФ Да И вот для того Чтобы нам Точно понимать Если там Дополнительные оплаты Или нет А иногда нам требуется Где-то просто Найти регламент Где-то позвонить Да То есть Потому что это может быть Нигде не прописано Нам это нужно Время Силы В среднем Это стоит 3 тысячи рублей Дальше Анализ площадки На предмет Оплаты Задатка Да То есть С какого кабинета Оплачивать То есть Еще раз Лод онлайн площадка Да То есть Это наша Любимая площадка РАД Она не Работает С клиентами Да То есть Нам необходимо С агентами Нам необходимо Нашего клиента Подгрузить Пройти регистрацию И вот С его личного счета Перевести Уже на электронно-торговую площадку Деньги Также они возвращаются Обратно То есть На счет агента Деньги не будут приходить Да То есть И очень часто бывает Что Ну клиента просто боятся Там сумма Миллион-два И сначала Нужно перевести Например Мне на счет А я уже перевезу На площадку И вот для того Чтобы клиент Сразу был к этому готов То есть Мы для этого Также делаем анализ Стоит это в среднем 3 тысячи рублей Можете брать и больше То есть Это не страшно Дальше Что у нас идет Мышка какая-то пропала Пробежала Дальше у нас идет Подготовка к торгам То есть Все что я вам Перечисляла Все что я вам говорила выше Это все Это все до Скажем так До Подготовка До участия То есть Мы еще не участвуем Мы документы Не подготавливаем То есть Мы разными кусочками Маленькими кусочками Клиенту предлагаем Что ему необходимо В зависимости от того Что он хочет Какие у него вопросы возникают Он может выбрать себе услуг В целом В этой смете Которую я вам Прикреплю Это полный перечень услуг И те вопросы Которые возникают У наших клиентов То есть Эта смета Скажем так Полностью ее закрывает Но если вдруг У вас будут какие-то новые Добавки Вправки Вы можете внести Уже в свою смету Дальше Подача заявки И участие в торгах То есть Кстати Почему тут подача заявки А На участие в торгах Да Именно на участие То есть Мы Подготовили Пакет документов Подготовили Мы подали заявку Да То есть Подготовили пакет документов Вот все Он полностью соответствует Тому Что нам необходимо И дальше Мы ее подаем Вот просто Стоит подготовить Пакет документов И подать заявку Да Вот просто Подготовили пакет И подали Вот сама подача Стоит 5000 рублей Иногда бывает Что нам клиенты Сами подготовили И нам просто Нужно подать заявку на участие в торгах. Это бывает тогда, когда просто брокеры звонят и говорят, вот нужно подать заявку на участие в торгах. И это в среднем стоит 5000 рублей. Это в среднем стоит 5000 рублей, когда нам уже подготовили заявку, мы ее просто подали, потому что у нас есть регистрация и аккредитация на площадке. Следующее, составление заявки и подготовка документов. То есть это уже отдельно. То есть составить саму заявку, составить пакет документов для участия, необходимые, нужные, все по форме, по правилам, по требованиям организатора торгов, это стоит в среднем 10 000 рублей. Следующая, проверка договоров-задатка. Проверка договоров-задатка, что это значит? Значит, когда, в какой момент нам возвращается задаток, на какие реквизиты мы его оплачиваем? Совпадают ли реквизиты с теми, что указано на электронной торговой площадке, с теми, что указано в извещении? То есть это все мы проверяем. В среднем это стоит 5000 рублей. Да, клиент может это сделать сам, но этого никто обычно не делает. Следующая, проверка договоров купли-продажи стоит 7 000 рублей. А в проверке договоров купли-продажи, что мы там самое главное обращаем внимание? Что нету никаких обременений, что нету никаких ограничений, что задаток возвращается в строк, когда у нас идет оплата имуществ, и потом мы его будем сравнивать уже с тем, что нам пришли. То есть он должен один в один полностью совпадать, но за исключением данных, понятных наших данных. Дальше. Помощь в отправлении задатка в соответствии с нормами законодательства. То есть 7 000 рублей. Что это вообще такое? То есть задатки у нас оплачиваются либо насчет организатора торгов, либо насчет электронной торговой площадки. То есть и перед участием в торговой клиенту нужно оплатить задаток. Мы ему, конечно же, реквизиты передаем для оплаты задаток. Но бывает так, что клиент не может отправить задаток. То есть ему нужно, чтобы он, например, перевел деньги нам, и мы уже со своего счета переводили эти деньги. Так вот, именно стоимость этой помощи будет составлять 7 000 рублей. Это не входит, если, например, нам участвовать нужно на той или иной торговой площадке, где просто нет возможности клиенту самостоятельно перевести. Это касается только тех, кто может перевести сам, но по какой-то причине не хочет. Потому что мы берем на себя ответственность за чужие деньги, за чужую сумму. И помогаем, да, то есть каждую минуту, можем 2-3-5 созваниваться и говорить, что все нормально. Ну и какие-то требования, которые будут клиент нам говорить. Мы все это будем ему предоставлять, да, то есть в виде чеков и квитанций. Следующее, возврат задаткой и составления. То есть, что это значит? Это значит, если насчет площадки нам деньги перевели, то здесь мы, конечно же, делаем все бесплатно. Но если мы переводили насчет организатора торгов, если клиент переводит, то он самостоятельно делает, составляет заявление, отправляет организатору торгов. Да, то есть если он этого сделать не может, то он нам дополнительно оплачивает, если хочет вернуть свой задаток. Он не хочет тратить на это время, он хочет, чтобы мы это сделали, но нам это тоже с вами не нужно. Также для участия на электронных торговых площадках нужна электронная подпись и некоторые просто клиенты не знают, где ее приобрести. Ну, для ИПшников, понятно, мы ее можем приобрести в налоговую. Для физических лиц мы ее приобретаем в Тензере. Стоит она 4200 на текущий момент, да, то есть, но так как мы это будем делать по доверенности, мы будем делать это все самостоятельно, то мы будем брать клиента 8000 рублей. Да, то есть, берем электронную подпись. Дальше. Когда мы приобрели электронную цифровую подпись, ее нужно настроить и установить. Да, то есть, на компьютер, на наш, на компьютер клиента, в зависимости от того, что нам необходимо. И что здесь у нас происходит, да, то есть, за это тоже нужно платить. Мы это не можем делать бесплатно, мы не можем тратить свое время, потому что в любой момент нам может понадобиться дополнительная помощь специалиста. Следующее. Когда мы все подали, документы подготовили, подали заявку на участие в торгах, да, то есть, все, у нас остается участие. То есть, подготовили пакет документов, подали заявку на участие в торгах, нам остается участие. Раньше у нас это была одна сумма, подготовка документов и участие в торгах, но в одном случае, например, в торгах без объявления цены нам участвовать вообще не надо, да, то есть, в торгах мы подали, забыли. В другом случае, аукционы могут проходить сутками. Нам это также неудобно и невыгодно, потому что нам нужно бы на это потратить время. В среднем, я на это заложила проведение на участие в торгах 6 тысяч рублей, потому что, в принципе, торги заканчиваются, ну, если мы говорим про крупную сумму по статистике, да, то есть, первые 2 часа. И это, ну, вполне себе такая неплохая сумма. Следующая помощь в оплате полной стоимости имущества. Очень часто бывает, что клиент не хочет оплачивать имущество самостоятельно, то есть, он не хочет брать на себя ответственность, вбивать какие-либо реквизиты и так далее. И, ну, хочет, чтобы мы это сделали за него. Так вот, чтобы мы оплатили эту сумму, мы можем это сделать по доверенности. Конечно же, да, то есть, наша комиссия будет составлять 5 тысяч рублей. Так, следующее. Контроль и помощь заключения договора купли-продажи. Что это такое? Очень часто организаторы торгов затягивают время, когда они присылают договор купли-продажи. И, например, да, то есть, они присылают либо нам, либо клиенту. Мы можем его самостоятельно заключить, это может быть на электрон-торговой площадке, просто подписью. А может быть, что мы его ждем по почте России, подписываем, но также отправляем в почту России. То есть, нам этого вообще, по идее, не нужно. То есть, это уже клиент делает самостоятельно. Если он не может это сделать, то наша комиссия будет составлять 6 тысяч рублей. Если вдруг клиенту что-то не нравится в торгах. Такое тоже очень часто бывает, да, то есть, он говорит, что торги подстроены, нас там зря не допустили, мы там не выиграли и так далее. То есть, он хочет оспорить торги, попробовать. Да, то есть, но он не знает, как это сделать. Мы ему можем помочь, и стоимость составления жалобы именно в фаз, именно на торги будет составлять 5 тысяч рублей. Следующее. Здесь написано удаленная регистрация, но это регистрация и аккредитация на электронной торговой площадке. То есть, не знаю, почему здесь написано, видимо, ошибка. Следующее. Оплата госпошлиной. В том числе, это один объект. Что такое оплата госпошлиной? Да, то есть, такой вот путь. Когда мы работаем с недвижимостью, для регистрации недвижимости нам нужно платить госпошлину для физических лиц за 2 тысячи рублей, для юридических 20-2 тысячи рублей. За регистрацию недвижимости. Да, то есть, ну, я сейчас говорю про недвижимые объекты. Те же самые земельные частки, квартиры, коммерческая недвижимость. То есть, все то, что относится к недвижимости, все то, что у нас регистрируется в Росрегист. То есть, мы это должны обязательно зарегистрировать. И госпошлина составляет именно Росрегистра 2 тысячи рублей. Да, то есть, ну, понятно, мы здесь про физические лица говорим. И вот клиент не хочет оплачивать. Ну, он всячески упирается, не знает также, что. То есть, мы берем дополнительную комиссию, ну, вместе с госпошлиной. 5 тысяч рублей. Где 2 тысячи мы отдаем за госпошлину, 3 тысячи мы отдаем. Да, то есть, уже больше за, ну, за наши труды. Следующая регистрация в МФЦ. То есть, клиент не хочет регистрировать недвижимость. Идти самостоятельно, да, то есть, это больше как сопровождение. Ну, либо вы идете по доверности, без разницы. То есть, клиент не знает, не хочет, нет времени и так далее. Где, да, то есть, как это сделать. Для вас это время. Затраченное время, да, то есть, там оплата госпошлина. Вот вы приезжаете, там могут какие-то нестандартные ситуации быть, да. То есть, кто-то что-то забыл, придется время переносить, и вам придется опять потом ехать. Вы за это в среднем берете 15 тысяч рублей. И последнее, то, что мне написано, это сопровождение при получении права собственности. То есть, вы идете с клиентом в МФЦ и просто забираете документы. Все. За это он должен заплатить 4 тысячи рублей. Да, то есть, и вот все, что я вам выше показывала, вот абсолютно все, да, то есть, все вот это сметы работ, все то, что у нас есть на текущий момент, да, то есть, это называется договор под ключ. Это называется участие в торгах под ключ. И вы все это должны будете письменно предоставлять клиенту. В зависимости от того, что просит ваш клиент. Большинство, мы все это уже с вами проходили, и здесь сложного, ничего такого нет. Да, то есть, это именно смета под ключ. Это когда клиент говорит, я хочу выкупить какой-либо объект, и не хочу вообще в этом разбираться от слова совсем. И вы тогда уже по этой смете можете предложить клиенту, что вы хотите. Вы можете ее редактировать, да, то есть, вообще без проблем. По этой смете вы уже смотрите и говорите, да, то есть, обговариваете все эти моменты, и примерно, да, то есть, уже прописываете сумму, которую вам заплатит клиент. Причем, обратите внимание, какая-то сумма будет несгораемой, да, то есть, она будет оплачена вам еще до участия в торгах. То есть, если вы обратите внимание, то это не маленькие суммы, потому что вы будете проводить немаленькую работу. И какая-то сумма оплачена будет после уже торгов. Все будет зависеть от того, что необходимо клиенту, да, то есть, вот что он именно хочет. А что, коллеги, я с вами прощаюсь. Я очень скоро надеюсь, что мы с вами вернемся к нашим новым эфирам. Это первое видео, в принципе, со всех курсов, на которых я была, где есть смета. Это первый урок со сметой, где подробно рассказываю, объясняю, что, зачем, для чего, почему, и почему это столько стоит. Я надеюсь, это видео вам понравится, этот урок вам понравится, и вы оставите комментарий. Все, до встречи в прямых эфирах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok